В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем из 4 главы Евангелия от Яна, стихи 19 и 20. Тут сказано так. «Женщина, то есть самарянка, говорит ему, Господи, вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а Вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Это был ответ женщины, которой только что была раскрыта ее греховная жизнь. Сперва Христос говорил ей о даре Божьем, о спасении, об источнике воды, текущей в жизнь вечную. В самом начале своей беседы с самарянкой Христос ей сказал, «Если бы Ты знала дар Божий, и кто говорит Тебе, дай мне пить, то Ты сама просила бы у Него, и Он дал бы Тебе воду живую». И коль скоро она сказала, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать», Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа Твоего и приди сюда». Не успела она попросить этой животворной воды, как Господь указал на самое больное место в ее жизни. Он раскрыл ее грех. Дорогие друзья, Бог никак не может обойти грех в жизни человека. Грех нарушил общение между Богом и человеком. Поэтому, чтобы восстановить это общение, первое, что человек должен сделать, это исповедовать свой грех. Он должен покаяться. Женщина призналась, что она жила в грехе при любодеянии. И поэтому она дальше говорит, «Господи, вижу, что Ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а Вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Насколько проще было бы, если она сказала, «Господи, очисти меня, прости меня, сними с меня этот грех и дай мне этой живой воды». Она не отрицала, что она грешница, но, увы, она не знала, что тот, который ее обличил в грехе, мог также простить ее и снять с нее грех. «Господи», — говорит она, — «вижу, что Ты пророк, от Тебя я не могла утаить мой грех. Ты человек Божий, видишь меня всю насквозь. Теперь прошу Тебя, скажи мне, где найти избавление? Где мне искупить мой грех? Куда мне идти? Отцы наши поклонялись на этой горе, а Вы, иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, в Иерусалиме». Что она этим хотела сказать? «Господи, я не знаю, где следует поклоняться Богу, здесь или там. Я готова поклоняться Богу на любом месте, лишь бы Он меня принял. Скажи мне, и я сделаю, как Ты мне скажешь». Женщина отлично знала, что без жертвоприношения поклонению Богу было невозможно. Самаряне тоже делали жертвоприношение Богу, но не в Иерусалиме, а в своем храме, на горе Геразим. И именно эту гору женщина имела в виду, когда она сказала, «Отцы наши поклоняются на этой горе». Где следует приносить жертву Богу за грех? Здесь, на горе Геразим или в Иерусалиме? Вот что ее теперь беспокоило. Поэтому Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы, то есть самаряне, не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Почему Христос ей это сказал? Понять, почему Иисус ей так ответил, значит правильно понять план спасения. У самарян была ложная религия, несмотря на то, что они поклонялись Богу и имели свой храм. Однако Христос говорит, «Вы не знаете, чему кланяетесь». Чтобы нам понять, как это произошло, нам необходимо припомнить историю. Приблизительно 750 лет до этого времени, когда Христос имел беседу с самарянкой, по причине победы ассирийских войск над иудеями произошло смещение между иудеями и ассирийцами. Они породнились и произвели новую расу, отчасти иудейскую и отчасти ассирийскую. Для ортодоксального еврея это было смертельным грехом, и брак между иудеями и язычниками строго запрещался Моисеевым законом. О том, как это произошло, можно прочитать в 4 книге Царств в 17 главе. И тут в 33 стихе говорится о результате этого смешения между иудеями и ассирийцами. «Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их». Так что люди эти чтили Господа, но также и истуканам своим служили. И в конце этой главы сказано «Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их». Так что самаряне, так они были названы, присвоили себе свою религию. Они взяли кое-что от иудеев и кое-что от языческих религий, смешали их и сделали свою религию. Это была человеческая религия, смешанная с идолопоклонством, что и была мерзость перед Богом. Дорогие друзья, Бог никогда не примет поклонение, которое не согласно Его слову. Бог точно указал, как человек должен прийти к Нему и как он должен Ему поклоняться. Во-первых, Бог требует кровь, как искупительную жертву за грех. Это мы видим с самых первых страниц Библии, начиная с грехопадения наших прародителей в Ведемском саду. В 21 стихе 3 главы книги Бытие сказано «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бог сам усмотрел жертву за их грех, пожертвовав невинные животные, чтобы сделать одеяние кожаные. Уже тут предусмотрелась жертва, которую должен был совершить Христос за грехи мира. Почему, например, Бог принял дар Авеля, а Накайна, брата его, Господь не презрел и не принял его жертву? Потому, дорогие мои, что Авель принес Ангца, он пришел к Богу с кровавой жертвой, Божьим путем. Вот почему в послании к евреям мы читаем, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Через нее получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дырах его. Каин же решил поклониться Богу, как ему казалось лучше. Это был человеческий метод, а не Божий, и потому не по вере, и Бог должен был отвергнуть его дар. Нет, человек не может приходить к Богу и поклоняться ему, как ему вздумается или как он считает лучше. Но Бог требовал также особый жертвенник, на котором следовало приносить жертву, угодную ему. Жертвенник в еврейском подлиннике означает место убоя, место кровопролития. И вот этот жертвенник должен был быть особым местом. И тут человек не смел придумать любой жертвенник, какой ему вздумается. Заметьте, какие точные указания Господь Бог дал Моисею относительно сооружения жертвенника. В книге Исход Господь говорит Моисею, «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых. Не делайте себе. Сделай мне жертвенник, то есть место кровопролития, из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени Моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Условие для благословения Божия быть принятым Богом значит приходить к Нему так, как Он велит. Жертвенник должен был быть из земли. Если же, говорит Господь, будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных. И теперь Господь говорит, почему камни жертвенника не должны быть тесанными, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Камней жертвенника не должны были касаться человеческие инструменты. Малейшее усовершенствование со стороны человека оскверняет то, что Божие. Человек не может улучшить того, что Бог установил. Заметьте также, что Бог запретил делать какие-либо ступени к жертвеннику. Человеку не нужно никаких ступеней к Богу. Доступ к Богу возможен не путем какой-нибудь лестницы, но путем жертвы, путем креста Иисуса Христа. Но Бог не только указал, какая жертва ему угодна, и какой должен быть жертвенник, но Бог назначил и место жертвенника. Вы помните, когда Авраам вышел из Ура Халдейского, и как только он пришел в землю Ханаанскую, то сразу же Бог ему явился, и там он создал жертвенник Господу и призвал имя Господа. Это было в Эфиле. Но вот когда настал голод в той земле, сказано, что он сошел в Египет. Тут он поступил по неверию и лишился места жертвенника. Авраам должен был оставить Египет и вернуться до места жертвенника перед тем, как восстановлено было его общение с Богом. Только когда он вернулся в Эфиль, на место жертвенника, который он сделал там в начале, о чем мы читаем в 13 главе книги Бытия, то только там призвал Авраам имя Господа. Когда он был в Египте, он не поклонялся Богу. Почему так важно было место, на котором должен был стоять жертвенник? Слушайте, что сказано в книге Второзакония, в 16 главе. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев, при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не став себе столба, что ненавидят Господь Бог твой». Это, дорогие мои, было предостережение от идола поклонства. Язычники ставили свои кумиры в рощах, они ставили столбы и каменные изображения, которым они поклонялись. Поэтому Бог назначил особое место для жертвенника, где Его народ мог поклоняться Ему одному, без осквернения себя другими богами. Почему Бог так требователен относительно поклонения Ему? Христос сказал самарянке, «Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланимся, ибо спасение от иудеев». Самаряне поклонялись, но они поклонялись не Богу. Да, люди мира сего поклоняются, но они не поклоняются истинному Богу. Кому поклоняются они? Кто со дня создания человека ищет себе поклонения? Дьявол. Да, дьявол хочет поклонения, но этого Бог требует для себя. Апостол Павел предупреждает об опасности поклоняться дьяволу. Он предупреждает верующих в Коринфе, которые обратились от язычества и идола поклонства, говоря им «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу». Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Дорогие мои, всякое поклонение, которое не восходит к Богу через Иисуса Христа, это поклонение дьяволу. Самаряне якобы чтили Господа, но в то же время служили истуканам. Помните, как Господь ответил искусителю в пустыне, когда он, показав все царства мира и славу их, сказал «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Что ответил ему Иисус? «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол не сказал, что если, мол, поклонишься мне, то и служить будешь мне. Своим ответом Христос напоминает нам, что поклонение и служение неразделимы. «Кому поклоняйся, тому и служишь». Дорогой друг, разреши мне спросить тебя, кто твой Бог? Кому поклоняйся ты? Помни, что кому ты поклоняйся, его же ты являешься и рабом. «А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев», говорит Иисус Христос. Бог избрал израильский народ, чтобы через него дать миру Спасителя. «Спасение от иудеев». Читайте с первых страниц Библии все ее ветхозаветные пророчества о спасении. Читайте истории израильского народа. Вся она указывает на одну личность, которая должна совершить это спасение. Поэтому, когда Христос говорил, что спасение от иудеев, то Он говорил об этой личности. А личностью этой был Он Сам. Когда Симеон взял в руки младенца Иисуса, то, как сказал Он, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Кого видели очи его? Младенца Иисуса. «Ибо видели очи мои спасение твое». Иисус является спасением нашим. Лука, говоря о Христе, цитирует ветхозаветные пророчества так. «И узрит всякая плоть спасения Божия», то есть Иисуса Христа. Спасение Божие, дорогие мои, это личность. Спасение Божие – это Сам Иисус Христос. «Все ветхозаветные жертвоприношения, все требования закона об истинном поклонении Богу исполнены теперь в Иисусе Христе. Теперь есть только один путь к Богу. Бог может принять грешника только на одном условии, если он придет к нему через Сына Его Иисуса Христа. Таких поклонников Отец ищет себе, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса, которым надлежало бы нам спастись. Иисус Сам сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мой друг, если ты хочешь быть принят Богом, то Он примет тебя только, если ты придешь к Нему через Его Сына. Четна всякая другая попытка прийти к Богу. Всякое поклонение, которое не совершается через Иисуса Христа, не есть поклонение Богу, но бесам. Дьявол не прочь, чтобы ты чтил Бога. Только не оставляй идолов твоих, ибо такое смешанное поклонение служит только во славу дьявола. Бог же ищет себе истинных поклонников. Если ты еще не являешься таковым, то сегодня ты можешь прийти к Богу через Иисуса Христа, и Бог тебя примет. Он тебя спасет и даст тебе жизнь вечную. Дал бы Господь, чтобы ты сегодня стал истинным поклонником Его, которых Отец ищет себе». Субтитры создавал DimaTorzok